Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков Фиба Групп». И с нами сегодня аналитик компании Фиба Групп Мария Сальникова. Мария, добрый день! Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, коллеги трейдеры! Тяжелую минуту выпала вам судьбина выступать, потому что Тереза Мэй выступает, колбасит фунтик. И мы рады, потому что как раз таки вы нам и подскажете, а что теперь делать. Вот фунт у нас вот так выглядит на экране. Ваше мнение, как поступать, продавать фунт, как я, или не продавать, и что вообще делать, на ваш взгляд? Ну, давайте начнем с фунта. С моей точки зрения, Игорь, рано продали, и я вам скажу, еще продолжится это движение вверх. Ну, вот буквально, там кто-то писал 1,2210, нет, 1,2260 мы дойдем как минимум. Ну, все, это уже в моменте происходит, извините. Все очень быстро. Давайте рисовать. Открываем часовой график, и мы с вами, собственно, увидим такую ситуацию, называется VR Fibonacci, традиционный инструмент, который я использую. Нам нужно открыть часовой, четырехчасовой, ну, часовой, давайте, он будет более понятно. Такой актер. Да, потому что мы там уже как бы пробивали много отметок. Открываем немножко назад, нет, это немножко, это не то, давайте еще на минус нажмем. Нам нужна первая точка, 12.06, то есть это у нас 6, 12 января получится. Нет, 12 января это было у нас пять дней назад. Так, 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 так. Да, это же 6 декабря. Вот, это у нас будет первая точка. Наверху там. Так. Есть. Ну, и, собственно, вторая точка, это у нас нижняя граница, ну, кто рисует у себя на графиках. Вот, собственно, я рисую этот же веер Фибоначчи, и, ну, вот мы сейчас третий раз тестируем уже первый луч веера. Вот мы до него докатились в аккурат. А давайте кидим... Не, не, Игорь, берите инструмент веер Фибоначчи, вставка. Давайте, я же говорю, я собираюсь его сделать. Инди, Фибоначчи, Фибоначчи, веер, пяля, ага. Ставим куда? На самую вершинку? Есть. Первая точка у нас на 12.06. Вот эта вот вершинка, правильно? Да, 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 на вершинку. Ну, вторая точка пошла у нас на самую нижнюю границу. Не, 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 в самый низ, еще ниже. Да, еще ниже. Направо, направо. Где у нас был минимум на открытие азиатской сессии с воскресенья на понедельник? Давайте вниз. Это отметка 1.19.95. Игорь, минимум на азиатской сессии. Сейчас я свойства давайте изменю. Вот так, значит, что тут цвета? Так, у нас желтый очень непонятно видимый, почему-то у меня настроился так. Игорь, пока у вас непонятно, рынок торгуется, как говорится. Ну, не забывайте, пока мы не дорисовали, я буду озвучивать ситуацию. Да, давайте, да, давайте потом озвучим. А вы пока рисуйте. Я забыл, как цвет менять. Ну, ладно. Все правильно, правая, нажмите на фибоначчи, это не то, выйдет. Нажмите на пунктирную линию веера фибоначчи. Сначала левой кнопкой мыши вы выделите. Да, потом правый. Да, теперь про свойства Fibonacci. Вот, теперь нужно уровень фибоначчи на фибоначчи. Да, уровень. Давайте выберем синий цвет нормальный, да, вот так. Так, правильно мы сделали или нет? Мы правильно сделали, нижнюю точку тянем в самый низ, вправо. Вот где у нас минимум лойбл? Лойб понедельника. То есть, вторая точка у нас на уровне 1,19, какой там, 84. Марина, вот это, Мария, вот это... Извините, пожалуйста. Вот, понедельник тоже. Да нет, это 16 декабря, где вы мышку держите. Подождите, а понедельник у нас был 16 декабря, я так и настаиваю. Нет, это... Подождите, да, только января. А, нам надо 16 декабря. Января нам надо, Игоря, вы держите на декабре. Вот так, Мария? Отлично, не еще ниже, еще правее. Видите, лоу есть? Отлично, вот, теперь правильно. Так, и что нам это дает? Теперь мы видим с вами ориентиры того, куда может корректироваться фунт, если он начинает корректироваться. То есть, вот, то, что сейчас происходило, да, этот рост, скачок, то есть, первая цель роста. И откуда мы, собственно, могли начинать открывать короткие позиции с технической точки зрения, невзирая на спич, Тереза Мэй, да. То есть, это вот первый луч веера Фибоначчо. О чем нам в целом говорит этот инструмент? То есть, если пройдены все три луча, тогда у нас состоялся полноценный разворот, и после него мы начинаем рассматривать только покупки, а не продажи. А если мы пока что с вами сидим и видим, что начинает корректироваться валютная пара, то нам нужно взять ориентир, как далеко она корректируется, где ее ловить. Вот я для себя выбрала этот инструмент, верфь Фибоначчо, по которому мы ловим, собственно, разворот. Ну, то есть, вот куда идет цель технически. Первая цель у нас достигнута. Если состоится все-таки пробой этого первого луча, то у нас есть ориентир, куда дальше будет расти еще валютная пара фунт-доллара, где могут происходить при остановке. То есть, 1,2270 даже, видите, там был перебой. Я ждала на 1,2260, что мы достигли. Мы даже дошли к 1,2270. Коллеги, видите, мы как бы отбиваемся от него, получается, да? Ну, отлично. Коллеги, а можете мне написать, кто сейчас слушает мы, или, может быть, комментарий? Вот, зараза, убрал я, случайно убрал. Сейчас еще раз сделаю. Кто-то может дать нам информацию о том, о чем мы это говорит вообще? Кто-то слушает? Ну, у нас выходит на BBC.com онлайн-публикации, иду там, вот, в 1507 были публикации. То есть, первое, о чем я успела прочитать, пока мы с вами еще не вышли в эфир, что публиковалось под резюме, она сначала заявила, что, уважаемые граждане Великобритании, вы сами полгода назад сделали выбор сознательно, с открытыми глазами. То есть, теперь готовимся к переменам дружно вместе. И они голосовали не за состав Великобритании в ЕС или не в ЕС, просто за новое будущее, то, к чему она и вызывает. И плюс, Тереза Май откровенно заявила, что она отвергает частичное членство в ЕС, ну, соответственно, ждут абсолютного разрыва отношений. Вот, и я вам могу дать ссылочку, те, кто следят. Конечно, давайте. Не, ну, то, что она сказала, это фунтукер дыкс. На чем он растет? Это замануха. Ну, не верю. Правда, мы еще раз. Если мы говорим с вами в целом о британской валюте, о которой, ну, нельзя сказать, что... Есть заинтересованность Великобритании в фунте. Это логично, потому что в условиях полноценного разрыва отношений Великобритания будет заинтересована в экспортно-привлекательной валюте, да, то есть, чтобы экспортные товары были дешевле, экспортируемые были дешевле. Но момент какой? В целом обвал британской валюты против евро и против доллара США, он влечет за собой рост инфляции. Мы только что видели с вами, ну, там, час назад показатели по инфляции, которые действительно демонстрируют рост. На этом фоне не исключается, что в Англии придется, может быть, выступить каким-то ужесточением денежно-кредитной политики, либо будут какие-то заявления по этому поводу. А вот здесь как раз есть спекулятивная составляющая, что на этих ожиданиях могут фунт еще толкать вверх. Не факт, что против доллара США, вот в чем момент. То есть тут, знаете, такое двоякое. С одной стороны, мы все приготовились к уже хорошему падению, и у меня цель вам по британской валюте на падение вниз, я вам скажу, до 10-го, где-то до 10-го, 9-го месяца 2017 года, это район 1,12. То, куда я в целом жду. То есть состоится все-таки там пробой 1,2200, просто надо продать и по 700 пунктов посидеть. Вот, пара пойдет вот туда вниз. Но есть у нас спекулятивная составляющая. Если говорить об индексе доллара США, то есть он у нас сейчас лидирующий для обозначения ситуации с европейской валютой, для той же британской валюты. Сейчас в моменте индекс доллара США теряет уже почти 1% за день с начала торгов. Ну и, собственно, это влечет рост валютной пары евро-доллар, это повлекло за собой рост и австралийца, и новозеландца, и фунт в том числе. Вот, кроме спекулятивных ожиданий того, что там риторика Банка Англии может несколько измениться, есть еще и ситуация с долларом США. А в условиях того, что мы с вами ждем, это 20-е число, инаугурацию президента, и я слушала ваши эфиры, вы прекрасно понимаете, как сам Трамп пытается завалить евро-валюту, вербально, с риторикой, он пытается обвалить европейскую валюту. Я не исключаю, что трейдеры начнут выходить из доллара США, на опережение, то есть чуть-чуть раньше. Плюс очень хорошо укрепляется золото. Тоже такой показатель. То есть и золото, и серебро, они могут сейчас выступить, ну, такими защитными активами, куда уйдет рынок. Из доллара могут захотеть выйти. До 20-го числа. У нас с вами сейчас 17-е число, впереди еще три дня. И до этого момента я не исключаю. То есть вот у нас есть одна логическая цепочка по британской валюте, что может помешать ему падать. Собственно, рост инфляции, ожидание изменения риторики Банка Англии. Есть еще цепочка связи со стороны Трампа. Ну, Трамп все-таки через три дня. За три дня можно на паритет к доллару уйти. Поэтому тут как бы так серьезно все может быть. Не знаю. Паритет к доллару это вы по евро или по фунту? По фунту, по фунту. И фунт может сейчас обвалиться так, как никогда в истории не падал. Там сколько? 1700 пунктов упал на Брексите. А здесь он может две тысячи пролететь просто и не успеем только. Потому что на наших глазах умирает страна. Они 300 лет развивались только на том, что связывали Америку, Европу и Азию. Так, 300. 400. Ост-Тисская компания была создана в 1604 году. Так вот, 400 лет зарабатывали на посредничестве и тут это посредничество обрубили. Мне кажется, у фунта вообще мы входим в совершенно новую, знаете, состояние. Это как водораздел между жизнью и смертью. То есть мы видим вообще перед собой абсолютно новую Англию. И новая Англия будет запуганным, провинциальным, никчемным островишком. Никому не нужным. Кутево вообще с копеечной валютой. Сейчас Англия и Монголия приблизительно одинаковые страны и по значению. И поэтому и тубрики у них одинаковые. Нет, ну не совсем одинаковые. У Англии 120 ядерных ракет все-таки. Секундочку, да. Немножко разные, да. Но хорошо. С точки зрения валюты значимость приблизительно одинаковая. Поэтому, вот я не знаю, мне кажется, мы еще сами даже не можем воспринять эту новую реальность. Ее всегда трудно воспринять, эту новую реальность. Но мне кажется, что у фунта в ближайшие день-два будут гораздо больше проблем, чем мы думаем. Тем более, если они действительно выбирают вариант жесткого Брэкзита. Никакого там льготного периода, никаких особых условий и так далее. Роман меня троллит. Слышала бы меня ее величество. Да шо уж ей сто лет уже в обед. Я поняла. То есть вы никакой, не допускаете вероятности того, что все-таки у нас пройдет еще скачок вверх. Нет. Где-то могут сидеть заявки гораздо повыше. У нас есть коллеги-аналитики, которые занимаются межрыночным анализом. Я больше чем уверена, что там есть у них ориентир. Надо посмотреть опционы фьючерса, где расположены вверху хорошие заявки. Я понимаю, что это может пройти, знаете, какой-то такой... Ну, как было у нас в октябре, как было на открытии Азии. То есть это будет определенная такая стрела, где срвутся заявки, и после этого мы полетим вниз. Ожидания? Вот такие... Не то, что я там не верю в падение фунта. Нет, совершенно очевидно, какой у нас сценарий более вероятный к развитию. Но вопрос, когда. У меня такой ориентир идет, что все-таки мы там... Ну, паритет это уже даже начало 18-го года. Вот так я вижу по британской валюте. Это перспектива 12-14 месяцев. У вас, видите, какой пессимистичный сценарий, что раз и обвалили. Нет, я вообще... Я бы на всякий случай ордера на продажу на отметке 1.35 оставила, знаете. А вдруг? 1.35? Нормально. Ну, всякое может быть, да. Мы никто как бы не претендуем на истину в последней инстанции. Но мне кажется, что вот именно в течение каких-то часов произойдет понимание изменения статуса коренного в Великобритании. Хотя это может занять и месяц. Я не спорю с этим абсолютно. Так что с интересом понаблюдаем. И мне кажется, что сейчас макроэкономика, которая, вы говорите, может и не работать уже по фунту. А будет чисто вот такая политика работать. Так что посмотрим. Мария, кроме фунта, что еще интересного видите? На что еще можем посмотреть? Напоминаю техническую картинку по валютной паре USD-канадский доллар. Мы говорили о ней неделю назад. И все-таки развивается сценарий. Тот, который ожидали, это пробой линии поддержки восходящего движения. Для коллег, которые сидят перед мониторами, надо открыть недельный график USD-канадского доллара. Рисуем линию тенденции. Мы это с вами, Игорь, делали уже неделю назад. Линию тенденции рисуем с мая 2016 года. И вот у нас, собственно, состоялся на прошлой неделе пробой вниз этой линии тенденции. Да, все правильно. Вот у вас этот график даже сохранен. Пробой вниз состоялся. И на текущий момент валютная пара спокойно двигается вниз. Если брать по ориентиру, то первая цель – это 1,2930, 1,2940. То есть еще 100 пунктов вниз. Я уже сам рассматриваю короткие позиции. Поэтому первая фиксация – это еще 100 пунктов вниз. Если полноценная величина предыдущего канала, то мы можем ожидать снижения к отметке 1,27-1,2670. Вот в этот диапазон. Насколько быстро пройдет это падение валютной пары иезда канадский доллар? Тут зависимость, безусловно, от динамики нефти и от ситуации с американской валютой. Если все будет очень плохо с долларом США в преддверии инаугурации и после инаугурации, мы можем достаточно быстро увидеть это достижение. Для таких скептиков и консервативных трейдеров давайте дождемся пробоя уровня поддержки 1,300. После этого будем заходить на продажу. Для тех, кто не зашел с начала недели на короткие позиции, то я бы все-таки рассматривала пробой уровня поддержки технической для консерваторов. И тогда уже ход вниз. А Игорь вообще у нас так оптимистично нарисовал. Куда это вы поставили профит? Куда это вы так круто поставили профит? Потому что 1,26, да? Да, я по-простому... Да, вы 1,25,60. Я этот тренд ваш понял, пробой состоялся, инаугурация состоится, поэтому я поставил. Обратите внимание, Мария, я впервые в жизни совершил сделку на недельном графике. На недельном графике. На хастрический момент. Да. Обычно у меня сделка длится 40 секунд, а здесь на недельном графике. Конечно, она затянется дольше, чем 40 секунд, это понятно. Так вот, друзья, я продал доллар, канадский доллар, потому что логика абсолютно, я поддерживаю ее. Значит, и поставил, стоп-лосс поставил 160 пунктов, тейк-профит поставил 476 пунктов, ну, 1 в 3 получается у нас. И посмотрим. Я думаю, что в понедельник утром эту позицию оставляю. Не буду ее трогать абсолютно. И в понедельник утром, я думаю, где-то мы будем, или вверху, или внизу, мы куда-то ударим. Хорошо, это еще вторая сделка. И есть третья сделка, но так уж вышла, она технически напрашивалась. Я ее с конца прошлой недели тоже ждала. Думала, что мы дойдем к открытию как-то более медленно, но произошел гэп выходного дня. Есть валютная пара фунт канадский доллар, и там тоже исторически очень интересная точка входа, потому что у нас... Фунт канадский доллар, осталось мне только его найти. Сейчас мы его найдем. Как когда-то у нас была по фунту иене очень красивая цель падения, основанная на линии поддержки с 2000-х годов. Вот, сейчас у нас по фунту канадскому доллару линия поддержки с 2010-го года, и мы гэпом выходного дня дошли к ней. То есть нужно открыть недельный график, отмотать назад историю, то есть на минус еще нажимаем. Да, вот, и, собственно, мы можем с мая 2010-го года провести линию поддержки. Май 2010-го, потом это будет январь 2013-го, и, собственно, январь 2017-го, то, где мы встретились на текущий момент с этой линией поддержки. Это такие, знаете, как я говорю, исторические моменты, когда вот раз и можно сыграть на... Вы видите падение, да? На самом деле сейчас я вижу технический отбой вверх, только потому что мы впервые дошли к этой линии поддержки с 2013-го года, то есть 4 года мы шли к этой поддержке повторно. Поэтому для тех, кто, скажем так, может себе позволить еще одну сделку в корзину, это покупка валютной пары фунт-канадский доллар со стопом ниже отметки 1,57, ну, либо на 1,57, и хотя бы до 1,65-1,70 можно попробовать посидеть в этой сделке. Надо посмотреть, надо посмотреть по Фибоначчи какую-нибудь цель установить. Я понял. Предыдущего падения посмотреть, ну, либо будет закрыт гэп прошлого месяца, то есть это отметка 1,66, вот где-то в этот диапазон, да, либо мы все-таки будем закрывать еще там гэп четырех месяцев назад, отметка 1,71. Застоит-то хороший отбой, сможет сейчас валютная пара пройти вверх, да, то вот как бы есть вероятность хода настолько вверх. Я понял, а смотри. Вот такие у нас глобальные сегодня ориентиры, ну, для тех, кто торгует внутри дня, безусловно, это не актуально, но для тех, кто торгует у нас среднесрочной, может себе позволить такие сделки, вполне себе реалистичный сценарий. Если обратить внимание на австралийский доллар и на новозеландский доллар, сегодня обе валютные пары на дневных графиках дошли к хорошим уровням сопротивления, там у нас встречается облако и шимоку, то есть валютные пары встретились с горизонтально расположенным киджуном, с облаками и шимоку, то есть там края находятся, что, собственно, может нам сейчас дать точку для коррекции внутренних дня. Ну, вот на новостях, которые у нас опубликовались в начале часа, валютная пара на австралийский доллар с долларом США и австралийц уже снижаются. Те отбои, которые были на прошлой неделе, они были какие-то очень-таки ожидаемые и слишком красивые, но я все-таки почему-то я приостановилась в продажах австралийца и новозеландца. Вот, а сейчас техническое движение вниз, хоть до отметки там по Австралии 0,75-10, 0,75 и по Новозеландцу до уровня 0,71-40, оно вполне возможно. Вот, только потому, что там у нас есть такое техническое сильное сопротивление. Но это внутри дня. Вот может пройти вот такая сейчас коррекция. В целом, я все-таки ориентируюсь, обращаю внимание на индекс доллара США. Он у нас определяющий. Ну, вот, пожалуйста, да, корректируется у нас индекс американской валюты уже минус 0,9%. Когда мы с вами начинали передачу там 20 минут назад, да, у нас было минус 0,98%. Пока 0,08% у нас сократилось, вот, собственно, все и корректируются, кроме фунта. Да, как ни странно. Да, то есть фунт в этом вопросе сейчас такой интересный, конечно, к торговле. Слушала тоже выступления коллег и, как это называется, инсенсивы, да, то есть то, что используют открытый интерес участников рынков. Ну, коллега, кто-то из аналитиков использует открытый интерес по разным брокерам. Вот, и там большинство стоит на покупку валютной пары в фунт в доллар. Ну, как я смотрю, вот, по открытому интересу, начался сокращаться этот интерес. То есть, там, например, на одном источнике было 70% открытых покупок, сейчас уже 63%, да. На втором источнике тоже там было 74% открытых покупок, сейчас 69%. То есть я подозреваю, вот эта коррекция, которую мы с вами сейчас словили в верх движения, да, она действительно там заставила закрыться часть покупателей, ну, и опять-таки будет расчет на то, что пара пойдет вниз. То есть начнут сейчас переходить больше в продавцов, но я не исключаю, что будет скачок вверх более сильным. То есть вот такой он спекулятивный, должен пройти всех тех, кто сели в продажи, еще могут захотеть вынести. Вот, поэтому, как я там три месяца назад рекомендовала держать руки подальше от британской валюты, да, так и сейчас, как говорится. Однозначно, если мы уже с вами сейчас становимся в продаже, то стоп я бы ставила за уровень 1,28. Это 600 пунктов. Вот серьезно, прям, я не исключаю, что выйдет какая-то новость или какое-то что-то запустят в новостную ленту Bloomberg, да, что спровоцирует резкую работу, я не знаю, еще чьих-то заявок. Вот чьи-то заявки где-то должны отработаться. И после этого вот одна пара пойдет вниз. То есть они могут узнать, поскольку смотрят E-TRAID TV, могут узнать, что мы вошли в продажи фунта и решат, давайте вынесем туда. Вы конкретно, она с вами, да, что мы с вами сели в продажи. Такой вариант возможен, но, не знаю, мне кажется, что у нас идет прямо смена парадигмы. И сантимент, конечно, играет роль, без сомнения, да, так что посмотрим, посмотрим на то, что будет. Мария, спасибо вам большое за ваш обзор, за ваши комментарии. По фунту я поддержу вашу идею, особенно у кого, так сказать, небольшой депозит. Может быть, сейчас не время торговать фунтом, потому что действительно разводка вынес наверх может быть. Вот это опасение абсолютно разделяю. Алексей Штенкукер пишет, у Марии подход другой стал, больше конкретики фундаментала, что радует верный путь. О, Алексей, так. А мне кажется, в Марии он всегда и был такой подход. Вот, ну, Алексей просто хочет, наверное, так сказать, комплимент сделать, да? Молодец, Алексей, молодец. Спасибо, пожалуйста, мой футболк. Да-да-да, хорошо. Спасибо огромное, Мария. Вам хорошего дня, удачи на рынке сегодня. Большое спасибо всем профитных дел, коллеги. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok